Например, один из главных героев этой программы – катер А-8, в испытаниях которого принимает участие наша съёмочная группа. И если на первом этапе испытаний «восьмёрка» в основном просто бегала по воде, то теперь она выезжает на песчаную косу. Ничего себе! Какая большая гора и коряги! И вот так вот смело и отважно мы их под себя подминаем. Ну, соответственно, сейчас будем разворачиваться. Вот можем показать, как мы производим полицейский разворот катера. Мы видели, как разворачиваются таким образом легковые машины и даже тяжёлые броневики, но там это действительно сложный и опасный манёвр. А здесь катер делает это играючи. Впрочем, сейчас нас не так интересует его способность выполнять необычные трюки, а больше внедорожные качества. Берег достаточно крутой. Как правильнее заезжать? На скорости или постепенно? Ну, всё зависит от высоты берега. То есть всегда адекватной должна скорость быть. Но приблизительно где-то на скорости, если большой уступ, это порядка 30-40 км в час. Преодолев уступ, снижаем обороты. Судно мягко воспринимает данные нагрузки. И, соответственно, дальше мы уже управляем, исходя из сложившейся ситуации. Вот мы разогнались и выходим на берег впереди. Кустарник. Здесь какую максимальную скорость можем развить? Ну, в данном этапе мы здесь не можем большие скорости развивать. То есть у нас порядка где-то будет, ну, 20 км в час, 30. Мы пробуем выйти на берег в самых разных местах. С пологим склоном, с небольшим уступом. Катер справляется со всеми нашими придумками. Мы решили устроить ещё одно внеплановое испытание для катера. Сейчас по отвесному берегу он пройдёт боком. Правильно я понимаю? По касательной, я могу сказать. Сейчас увидим. Насколько легко управлять таким судном? Ну, обычно мы обучаем судовождением, ну, теория. Два дня, один день практики. Один день практики. То есть за один день можно учиться управлять? Управлять и понять устройство судно-воздушной подушки. Расход топлива у этого катера всего 20 литров на час. Ёмкость бака – 120 литров. Для вездехода такие параметры всё равно, что у электромобиля. А ведь такие аппараты используют как раз те, кому и нужен вездеход, способный пройти там, где никакая другая техника не проберётся. По мелководию, по пересечённой местности и, соответственно, в зимних условиях. Это самое прямое назначение данного катера. При каком максимальном волнении моря может работать это судно? Максимальное волнение – 1,2 метра волны в водоизмечающем режиме. 0,6 метра волны можно идти на воздушной подушке.